Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Ух ты, это кое-благодарение? Здорово! Красота какая! Вот, значит, и знаете, друзья, по поводу храма Божьего, я сказал, что первый храм, да, потом второй мы говорим, храм, но это все ветхозаветный храм, будем говорить, да, который был разрушен первый раз, но потом восстановлен, и потом разрушен был второй раз. И так совпало, что оба храма были разрушены в одно время вообще. Вот, и по поводу второго храма, действительно, жертвы последних 40 лет, жертвы в храме приносились, но Всевышний Бог их не принимал, начиная с самого 30-го года нашей эры. Каким образом священники узнавали, тоже очень такое важное свидетельство такое. Значит, в разделе Йома Талмуда говорится, что у священников того времени были разные там методики, проверки. Вот, самая такая известная, такая зрелищная, это вот красные лоскуты материи, то есть они брали, вот, как мы знаем, на Йомки-Пу, да, из Библии, брались два козленка, да, бросался в жребий между ними, один был козлом отпущения, получается, его отпускали на смерть в пустыню, да, но во времена уже второго храма там чаще всего не в пустыню, а, ну, сбрасывали со скалы, короче, на смерть. Вот, значит, а второго козленка его ритуально обескравливали, значит, священники, вот, и эту кровь, этой кровью первосвященник, он окроплял, значит, святое и святое святых раз в году, то есть раз в году он входил во святое святых Иерусалимского храма, именно на день искупления, вот, скоро приближается уже праздник, день этот, судно-день еще называется, судно-день, вот, известна война судного дня, допустим, уже в современном, в современной истории Израиля, вот, день искупления. Вот сейчас, допустим, у нас на носу праздник Йом-Труа, праздник трубного зова, праздник шафаров, трубного зова. В этом году начало Тешли, это будет, получается, в ночь, новогодняя ночь такая, с 9 на 10 сентября. Я буду делать трансляцию, да, значит, вот, и, да, да, вот, с 9... Воскресенье. Да, с воскресенья на понедельник. С воскресенья, потому что воскресенье, получается, последний день месяца Эллуна, завершается Луна, она, если обратили внимание, сегодня уже была совсем маленькая, уже, вот, а 29 числа Эллуна, то есть в это воскресенье, она будет совсем, она будет еле заметна. Вот, и в эту ночь будет нарождаться новая Луна, вот, будет появляться, значит, уже, ну, по сути, это такое таинство такое определенное, как вот новомесячи, Израиль всегда трубил в шафары, значит, там, оповещал о начале нового месяца, вот, молитва, благословение нового месяца, вот, значит, это то, что есть в Израиле и сейчас. Ну, не так это, как в древности, конечно, но уже есть. И вот, значит, но этот месяц наступающий, который, он особенный, это память о сотворении мира, месяц Тишли, Тишлей. Праздники, осенние праздники, вот, одним словом, библейские, осенние праздники, они все вот скопом в этом месяце Тишлей. Вот, значит, и новомесячие Тишли, обычно полнолуние, библейские праздники обычно все в полнолуние, допустим, Пасха, да, потом Пурин, тот же самый, в библии описанной книге Тишлей, тоже полнолуние Адара, то полнолуние Нисана. Вот, значит, а здесь новолуние, новомесячие, здесь, значит, месяц Тишли, это праздник, в библии называется Йом-Труа, праздник трубного зова, праздник шафаров. Но в народе закрепилось другое название, в еврейском народе обычно это называется Рош-Хашана, Рош-Хашана. Голова Года, Рош-Хашана, Голова Времени, Голова Года. Вот, значит, такая традиция уже народная. Но вообще библейский это оповещение создателя, царя царей, для, как бы, трубления пред царем, или воцарения Господа. Это также день рождения нашего прапапа, нашего Адама, ну и праматери Евы, конечно же, да, вот, значит, который уже из Адама уже. То есть это день сотворения, шестой день творения, сегодня, кстати, первый день творения, получается, да. Вот, значит, и... Или какой-то числый, ну да, получается так. Значит, и первые Тишли уже, да, это день рождения. Так что Адаму тортик и споем. Да, Адам наш был отец, он был очень крепкий, конечно, мужчина. Почти тысячу лет прожил, шутки я. А как вы определяете, что с вами первый день творения, почему? Адам идет еще с тех времен, с Моисеевых времен, еще даже до Моисея, с Авраамовых времен еще, оно непрерывно идет, просто, это, как бы, не записано нигде, но оно идет вот с тех времен, с самых давних времен. Так что по числах или по днях, ну там, с серого? Ну, вообще, осенние праздники считаются началом творения, вообще, началом создания, да, праздник творения Божьего. Уже сотворили все и плоды, и все, да, посчитается? Ну, чуть попозже там, с плодами, чуть попозже, да. Вот, значит, и... Ну, есть, вообще-то, два новых года в Израиле, даже больше, но два основных таких новых года. Это осенние, это от сотворения мира, получается, Адама, мы говорим еще. Вот, а весенний Новый год, это Авива, да, или вот Ниссана, Новый год, полнолуние, вот, Пасха, это, как бы, год нашего освобождения. Вот я говорил, да, что вот, если брать от Адама, то сейчас наступает 5779 год, вот, если высчитывать по Писанию, опять-таки, по Библии, но сейчас это уже не высчитываем, оно, как бы, уже, как бы, идет такая дата. Вот, значит, а если брать этот год от исхода нашего, то сейчас 3330 год нашей эры. Вот, значит, такой, именно, свободы, эра свободы от Пасхи нашей. Вот, и также осенние праздники. Следом за, вот, ну, так красиво совпало, что и первый Адам, и второй Адам, вот, они, как бы, в одно время пришли в этот мир. Вот, значит, и потом праздник, вот, судного дня, дня искупления. И вот о чем я рассказываю, что на день искупления священники делали такой обряд, как бы, брались белоснежные лоскуты, материя, нити, белоснежные лоскуты, их пропитывали этой кровью, вот, ритуально бескругленного казненка этого, и привешивали в храме, и наблюдали в течение этого дня, Йом-ки-пур, наблюдали за этими лоскутами. Если они становились белоснежными, вот, то священники констатировали факт, говорили, Бог принял жертву своего народа. Вот, если оставались кровавыми, или частично кровавыми, то священники говорили, Бог не принял жертву народа своего. Они брали за основу, как бы, этой традиции, вот, слова из Исаии, пророка, который говорил, пророчествовал, если грехи ваши будут как багряные, но там багряные непонятно. А, значит, в еврейском тексте оригинальном, там стоит слово пропитанное, там оборот такой, пропитанная кровью тряпка будет. Если грехи ваши будут как пропитанная кровью тряпка. Вот, дальше говорится так, я сделаю белоснежный, как на земле не может уберить берегище. Вот, примерно, вот так вот оно звучит. То есть, это, как бы, неземная чистота будет, вот этой материи. И вот, и из Исаии, пророка, священники, вот, это место из Писания, они констатировали, да, провозглашали, и вот, вывешивали эти лоскуты. И там, в Талмуде, в разделе Йома, как раз и говорится, что, там даже говорится, три раза по сорок. Там говорится, сорок лет при неком, там, Шимоне Цадике, праведнике Симоне, каждый год, на протяжении сорока лет, лоскуты становились белоснежными. Из кровавых, пропитанных кровью, становились белоснежными. На глазах у священства. И это было добрым знаком того, что Бог прощает свой народ. Потом, следующих сорок лет, было неопределенно. Там сорок лет, продолжалось такое неопределенное время. Временами они белоснежными становились, временами частично, временами так и оставались кровавыми. То есть, вот, сорок лет было такой неопределенностью. Но, дальше нам написано, но последних сорок лет эти лоскуты никогда не становились белоснежными. Они всегда оставались кровавыми. И это очень важный знак, особенно мессианские учителя об этом говорят. Храм был разрушен в 70-м году н.э., отнимаем 40 лет, 30-й год получается. 30-й год, как раз это, и ведь рождение Машеха было, получается, 3,5 года до н.э., минус, до н.э. И получается, как раз по всему, кстати, сейчас чтение Тары, чтение Слова Божьего, да, Библии, Пятикнижия, существующие в практике еврейской, продолжается год, годичный цикл чтения. Но во времена храма этот цикл был 3,5 года чтения Тары. Другие были недельные главы, другое было деление, и оно продолжалось 3,5 года. И так красиво совпало, что как раз именно до н.э. начиналось чтение как раз Тары, и получается, Иисус, он как бы был знаменем живого Слова, Слова, пришедшего в этот мир. То есть читалось как раз Слово Божье на протяжении и его земной, и финал его служения, тоже как раз цикл, вот его служение уже как после крещения, да? 3 года. Да, 3 года, получается, да, вот тоже, ну, с хвостиком, чуть больше. Вот, интересно очень даже, потому что крещение было, ему было лет 30, вот, то есть, скорее всего, тоже на осенние праздники принимал, как вот и в традиции было того времени, вот эти, товарищи, как их звали? Иесея, 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 это одна из сект иудаизма тогдашнего, которую Иисус любил, в общем-то, он их не обличал. Там было много разных направлений иудаизма, но всем доставалось от Машеха там очень серьезно, но кроме, он не обличал, он не обличал Иесеев и не обличал Зелотов. Вот, значит, хотя это две крайние фракции были, будем так говорить, но Зелот это как вот такой еврейский правый сектор такой, такие патриоты такие были, которые вот, ну, вот, они вот реально, они вот душу свою ложили за свободу и, в общем-то, их уличить в лицемерии было невозможно. То есть это были очень такие искренние, такие еврейские, такие ребята, в основном молодежь, вот, которые шли в эти партизанские отряды, значит, чаще всего, хотя они и в городах промышляли, они в городах тоже, они, у них была цель, чтобы у оккупантов под земля, нога, под ногами земля горела. То есть, как бы, чтобы всегда римляне осознавали себя здесь чужаками, значит, и оккупантами. Вот, как бы, и они вот всякие диверсии устраивали, вот, люди были очень набожные, религиозные эти, Зелоты, значит, и они вот сочетали такую истовую религиозность и вот такую патриотичность. И Есея, это другая фракция совершенно, чаще всего они вообще держались, кстати, больше пацифистских воззрений, вообще, и, как бы, набожные, религиозные, но, значит, не то, чтобы они в руки не брали оружие, брали иногда, но у них были совершенно другие воззрения, одним словом. Они ожидали Машех, они ожидали избавления и верили, что избавление Бог даст именно тогда, когда будет такое, ну, как духовное пробуждение, что ли, Израиля, покаяние Израиля, пробуждение, такое очищение внутреннее Израиля. Вот, и Есея об этом ревновали. Их тоже было невозможно заподозревать, там, в лицемерии, потому что, значит, Иисус обличал фарисеев, допустим, судукеев, книжников даже, ни в чем-то другом. Ну, даже больше не в доктринных, даже в личалах, хотя порой и этому тоже, но, большей частью, именно в лицемерии. И даже он говорил, что закваска, именно, как раз, это и есть лицемерие. И тем более, Иисус, он в земной жизни, он во многом, ну, считается, что Иоанн Креститель, допустим, его родственник, это выходец из Есейской секты, как раз, одно из сект Есеев. Вот, значит, тем более, что археологи нашли очень интересное подтверждение этому, вот, значит, после кумранских этих находок. Вот, значит, и прочтение этих текстов, многих удивились, конечно, что, ну, Иоанн Креститель, да, скорее всего, тот самый, один из есейских проповедников. Вот, тем более, что Иисус, он в очень многих местах Евангелий, он ведет себя, как и есей, в очень многих местах. Вот, и последняя вечеря, последняя вечеря, она была чистая есейская вечеря, то есть, мы называем это тайной вечерей. Потому что есейские совершали пасхальный север, ужин такой пасхальный, раньше, чем весь остальной Израиль совершали, демонстративно показывая, значит, вот, несогласие со ступнической системой тогдашнего иудаизма, продажной римским оккупантам, значит, они демонстративно, как сыны света, они говорили, совершали раньше это празднество. Тем более, что, когда Иисуса спросили, где приготовить нам Пасху, ученики, он их как раз выбил на конспиративную квартиру есейскую. Вот, значит, каким образом? Он, значит, сказал, что идите в город, да, и увидите мужчину, несущего водонос, воду. В то время увидеть мужчину, несущего воду, невозможно было в городе вообще. То есть, это, это, что, допустим, где-то там в Сочи, на пляже, в Валенках, там, допустим, какой-то, на лыжах, гражданин какой-то. Ну, можно увидеть, в принципе, всяких, хватает людей, вот, но это, согласитесь, это очень редко. Это обычно взрывает Ютуб, значит, и прочее. Но, ну, знаете, вот, интересно, что лишь одна секта иудаизма, одна из школ иудаизма нарушала вот эти вещи, и мужчины позволяли себе носить воду. Это были есей. Больше никто в еврейском народе в то время не осмеливался никогда, значит, носить воду. Это, это, не было запрещено Торой, конечно, Библия это не запрещает нам, но просто к тому времени, ко времени Машираха, приходу, особенно после очищения храма, освящения храма при Маковеях, то вот эти традиции стали чуть ли не уже частью не просто культуры Израиля, а доктрины. То есть еврей, который нес бы воду бы, тасхал бы с колодца, его бы все осудили, как грешника последнего. И никто бы ему руки больше не подавал, значит, и в синагогу его не пустили бы, значит, и вообще он был бы изгоем, по сути. Почему? Потому что женская работа, что он считался бы, значит, все, ну, как говорится, Неса галя воду, рамы слагнеться, зана Иванку, як барвинок въяться. Ну, не только здесь, ну, на Украине еще Иванку мог бы нести, значит, воду, но его бы как грешника здесь не осудили бы, а в Израиле именно как грешника судили бы, понимаете ли, и отлучение синагоги точно серьезное, это чревато, ну, всем, ты потерял бы работу, средства к проживанию, вообще, ты был бы действительно изгоем, значит. И поэтому иесеи, которые обычно селились отдельно, они жили отдельно, сообществами, как правило, считается так, по крайней мере. Но те, кто проживали в городах, даже больших, даже как в Иерусалим, они демонстративно порой нарушали эти традиции, предписания человеческие. Демонстративно почему? Потому что они среди белого дня это делали, показывая тем самым, как вот, ну, юродство определенное, определенное, как бы, показывая, что Божья заповедь они чтут, но человеческие предписания игнорируют. Значит, и Иисус тоже, он поступал порой таким образом, вызывая огонь на себя, вот, значит, демонстративно, там, исцеляя в синагоге, допустим, хотя он мог бы, не сказать, ну, товарищ, вы видели синагоги, сейчас пообщаемся, помолимся, все, чтобы, ну, не подливать масло в огонь. Но Иисус совершал это демонстративно, вот, значит, подчеркиваю, как раз вот именно, ну, это чисто иесейская вещь такая. Вот, значит, и мужчина, эти вот апостолы пришли, видят, на самом деле идет человек, чудак, несет воду, так интересно, они за ним там. Даже если мужчина один жил в Израиле, да, он должен был приплачивать какую-то соседку, чтобы она таскала воду, ну, чтобы не вызвать осуждение общества. Вот, значит, и, а он сам несет воду, хорошо, они за ним проследили, вот, пришли к этому дому, такая конспиративная квартира, иесейская какая-то, вот, и хозяина дома приветствовали, и сказали, что учитель говорит нам приготовить Пасху, и их ждал второй стресс. Он сказал, все готово уже? Как все готово? Весь Израиль только собирается готовиться, а там уже горница устлана уже. Иесеи делали именно так, они готовили заранее, уже 10-го Несана у них было все уже готово. Если весь основной Израиль 14-го Несана, они заранее все приготовляют. То есть это чисто иесейская штучка, опять-таки. Это все показывает нам, что Иисус был знаком с подпольем, зелотским и иесейским. Да, вопрос у вас, да, против? Да, да, а против Иесеи, типа, это в Евангелии про них там это? Нет. Нет. Именно названия такого нету, о них есть там, но как бы названия таких нету. А, да, да. А у них, у иесеев не было закваски маковейской такой вот воинственной? Нет, это воинственная закваска, это скорее всего у этих вот, узелотов. Узелотов? Узелотов, да. Потому что это, по сути, продолжатели дела обновления храма времен маковейских войн, как бы, ну герои. Иуда Макаби для них это был национальный лидер, национальный герой. Иуда Макаби, вот маковей, конечно. Ну это было еще, знаете, да, Хануку, да, в истории Хануку? Да, да. Лет за 200 до Иисуса Христа еще началась вся эта вещь. Вот, значит, греко-римская, греко-сирийская оккупация, вот. Вот, и, в общем-то, потом очищение храма, и Господь совершил чудо там, что, вот, одно из знамений, что минора, храмово минора. Знает. В 8 дней горело, пока масло очистилось. Да. А масло нашел мальчик только на один день. И они решали, зажигать или не зажигать. И все-таки зажгли, думают, на один день, а оно в 8 дней горело. Да. И поэтому на Хануку минора необычной формы, хануки мы называем ее, она девятисвешная. Она отличается чуть-чуть. Слушка называется. Ну, да, это шамаш, да, служка, значит, или как дячок по-русски, дячок, шамаш. Вот, значит, мы даже некоторых новых служителей, новых, значит, так называем, шамаш, ну, в шутку так, шамаш. Дячок. Дячок. Или подячный, есть еще там выражение, подячный. Значит, и начинающий служитель в церкви, не словно. Вот, значит, и, ну, хотя шамаш это образ самого Машеха, в общем-то. Вот, но, что интересно, что очищение храма произошло, и горящая минора, с тех пор она, вот, на Хануку стала, вот, действительно, знаком свободы. Вот, и это был праздник, как раз, вот, если брать фракции иудаизма, то для зелотов это был, ну, после Пасхи, там, это был самый святой праздник вообще. Вот, потому что это был праздник освобождения храма, и они верили в грядущее освобождение Израиля. Не все ли время ты готовишь восстановление царства Израиля? Это главный вопрос был зелотов именно, собственно. Главный вопрос зелотов на повестке дня. Не все ли время? Ну, слава Богу, Машех, он сказал, что не надо задавать эти вопросы. Не стал их расстраивать, что все еще очень так долго будет. Но наше дело какое? Нести Слово Божье. Наше дело радоваться Боге, нести Слово Божье, молиться, а Господь знает времена и сроки все остальные. Но восстановление Израиля вот началось, по сути, вот, 121 год назад. Первый Базельский собор был, конференция базельская, как раз вот на днях отмечали мы 121 год назад в Базере, когда Теодор Герцель зачитал как раз именно, вот, будем так говорить, план по восстановлению государства израильского. Но, опять-таки, это были отдельные патриоты, отдельные, в основном, еврейские молодежь, европейские, которые, вот, старики на них ворчали, потом отлучали от синагог, сдавали в полицию их, значит, ну, как бы считали их сумасшедшими. Но потом прошло время, и уже после Второй мировой войны, то, о чем говорил Теодор Герцель и другие, вот, братья там в Базеле, это уже воспринималось не как сумасшествие, а как панацея, как, на самом деле, решение всех еврейских проблем. Вернуться в свою землю. И, слава Богу, что вот в 1948 году совершилось вот это чудо, 14 мая 1948 года Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости Израиля. Опять-таки, тоже, большей частью это были люди неверующие, ну, нерелигиозные, по крайней мере. Вопрос веры, это уже, как бы, такой вопрос сложный, а вот вопрос религии, они были, как правило, людьми нерелигиозными. Но, хотя, значит, большинство из них, в общем-то, признавали Создателя, Господа, Бога, Творца Невой Земли, но не признавали иудаизм как религию евреев. И даже более близки были христианству, нежели к иудаизму, честно говоря. Тот же самый Бен-Гурион, допустим, по своим воззрениям. Голдомер, бывшая киевлянка. Да, кстати, наша киевлянка. Вот как раз описание было на полную газету, на три страницы, о том, что она родилась в Киеве, которая была в Америку, и именно благодаря ей вообще Израиль поднялся, и эти воины сюда. Одна из таких ключевых фигур вообще в истории Израиля, она здесь киевлянка, возле Бессарабского рынка. Вот, там есть дом, до сих пор там доска такая, я там хлопался. И вы сказали, что 121 год, а Бродского, Синахова, одна из центральных, потому что начались, 120 лет, 26 августа отмечали. Да, по что? Не знал я. Там до сих пор везде Синахова, 120 лет, Синахова Бродского. Здорово. Тоже знаменательно, очень знаменательно, да, это классно. Кстати, с Российской империи тоже были делегаты, но такие, инкогнито были делегаты. Украина, одна из первых, поздравила Украину. Есть такое поздравление с представительностью, как бы государством Израиля. Это же записано вообще на высоту, именно в Украинах, на право. Да, и вот Голда Абликар, это рождённая в Украине, очень. Да, но, к сожалению, Голда писала также и в воспоминаниях своих, вот, что раннее детство в Киеве, вот здесь на Бессарабке... Да, было сложно. Сложно, очень сложно, в том числе и погромы были, и она помнит с раннего детства, вот, как вот, просто в ужасе родители, значит, родственники, там, дяди, все, значит, баррикадировали окна, баррикадировали двери, потому что толпы ходили по улицам, вооружённые, то, чем попало, значит, и избивали евреев, громили все лавки, вот, значит, и она была совсем ещё ребёнком, но вот этот вот страх, этот вот, она помнила, даже уже в будущее, уже, ну, уже пожилой женщиной, вот, как бы, который, ну, всю жизнь она сохранила такое, распоминание такое. И она первый посол от Израиля в Советском Союзе. В СССР, да, да, первый посол был, на самом деле. Да, слава Богу. Так что, и по поводу, значит, событий храмовых, событий, вот я указал, что, значит, на Ханагу мы вспоминаем сверхъестественное горение миноры, будем так говорить. Сверхъестественно она горела, но с 30-го года нашей эры, согласно талмудическим вот этим как раз свидетельствам, она сверхъестественно затухала до самого 70-го года нашей эры. По крайней мере, значит, ну, во время жертвоприношений. То есть, получалось это так, что масла было уже достаточно, фитили были, всё, но она сама собой сверхъестественно затухала минора. Это было очень дурным знаком, это было очень страшным знаком. Для священства это было знаком того, что Бог оставляет дом пустын свой. Вот, и, значит, ну, они снова выжигали светильники, конечно, но, опять-таки, приходило празднество, приходило жертвоприношение и опять минора затухала. Это было на протяжении 40 лет, это было знаком свыше. То есть, запомним, да, такие вот, такие самые зрелищные такие вот эти вот происшествия. Извиняюсь. Любовь Давыдовна, я сейчас в семинаре на лекциях. Давайте попозже созвонимся после обеда, хорошо? Да, 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 там русский сейчас тоже. Один из священников нашей церкви, Любовь Давидовна, Кушнир. Кстати, еврейский мессианс в окружении будет у нас. Вот, вот эта отдельная тема. Кушнир? Кушнир, да. Да, в Кушнир. Нет, вера Кушнир, сколько обсал. Вот, значит, и с 30-го по 70-й год вот самые вот такие, самые зрелищные такие чудеса, происходившие, доказывающие, что и Шуа, и был тот самый Машиат, о котором пророчествовали все с Моисея, начиная, вот. Первое, это то, что вот эти пропитанные кровью тряпки, да, лоскуты, они оставались кровавыми 40 лет подряд. Потом, минора, запомним, да, задухала сама собой на протяжении 40 лет. Потом еще, чтобы не забыть, еще, ну, был целый ряд знамений. Значит, храмовые врата, ворота храма, они сами собой распахивались на протяжении, опять-таки, 40 лет, последнее вот это роковое такое число там в Талмуде, 40 лет подряд. Во время празднеств, жертвыношений, храмовые врата сами собой распахивались. Чтобы понимали вы, вот, я всегда подскачивал тоже этих энциклопедий библейских, там потрясающее описание, слушайте, как бы, когда вот не считаешь эти описания, кажется, ну, врата, я так представлял, ну, хорошо, ну, врата, ну, ворота, ну, большие ворота, допустим, да, но там были циклопские просто врата. Представьте, какие, высота какая была, кто интересовался? Я, как-то, раньше не интересовался просто, я даже, как бы, ну, и пуски бы не дул, но когда прочитал, я ахнул. Высота ворот была 20 метров, многоэтажка, 20 метров, циклопские ворота, тонны золота, серебра, это эти врата, короче, они там, перед ними, ну, все просто втык развивали, это невозможно, это огромное, целое произведение искусств, эти врата. Чтобы их приоткрывать, была целая там гвардия храмовой стражи, здоровые в форме спортивной мужчины, которые приоткрывали эти створки, а здесь без помощи человеческой. То есть, я раньше, ну, может быть, это, как вот, даже порой в фильмах нам покажут, вроде как от сквозняка какого-то, знаете, землетрясение там, и они распахнулись. Не-не-не. От сквозняка такие ворота не раскроются. И даже от трясения такого. И тем более 40 лет подряд, слушайте, опять-таки, врата сами собой распахивались. То есть, Бог показывал тем самым, что наступило время открытых дверей. Открытые двери для всех и вся. Бог призывал всех. 40 лет подряд это знамение. Плюс еще другие есть описания интересные, тоже на протяжении 40 лет, опять-таки, последних, были страшные видения, которые впоследствии исполнились уже ужасными. Значит, касательно, там, значит, всадники, войны, видели, то есть, видели в храме видение, будущий битв. А Иисус ведь это сказал, слушайте, что Иерусалим будет обложен окопами. Он говорил даже к своей общине, да, что, значит, что, когда вы это увидите, исполняющимся, то, знаете, бегите в горы, уходите все отсюда, уходите. Так оно и получилось, ведь, исторически, что, когда римляне, ну, они, говорят, такую тактику использовали и раньше, значит, и потом они приходили, допустим, да, и все готовили к осаде. Окопы, все приготовляли, а потом резко срывались и уходили. Ну, даже историки военные некоторые говорят, что у них была в некоторых компаниях такая тактика. Они специально приходили, те в городе все напрягались, как бы, значит, вроде как бы осада и будет штурм, и потом вдруг срывались с места обычно ночью и уходили. Все, тем нету, нету, ну, как бы, ну, и хорошо. А потом снова приходили, те снова напрягались, снова осаждали, а потом резко снова уходили, и так несколько раз. И когда уже третий, там, какой-то раз приходят уже, те уже не сильно напрягаются, ну, как бы, ну, видимо, опять попугать. А в этот момент, когда они как раз шли на штурм, вот, своя тактика была. Говорят, что римляне могли использовать и здесь такую тактику, но, по крайней мере, известно одно, что Мессия это предсказал. Предсказал однозначно, и мессианская община та первая, колыбель христианства, да, воспринял это серьезно. И когда римляне, на самом деле, осадили Иерусалим, обложили Иерусалим окопами, и вдруг сорвались с места и ушли, эта община восприняла это серьезно и покинула город. Ушла в горы, реально была спасена. Приветствую. И ушли они, были спасены, но, конечно, потом римляне вернулись и уже не отступали, пока не сделали свое черное дело. Да, в 70-м году храм был разрушен, хотя этот генерал, ну, этот их главнокомандующий Тит, его отец Веспасиан стал императором, вдруг внезапно так был вызван в Рим, и его императором короновали. А его сын Тит продолжил вот эту кампанию против Израиля, усмирить евреев было решено, потому что если евреи вот так вот возьмут и сейчас вот и уйдут из империи, то это будет очень дурной, как пример, другим народом они считали. Вот поэтому нужно было усмирить евреев, и поэтому туда много легионов направил Рим, чтобы подавить всякое восстание еврейское. И Тит, говорят, он был восхищен зрелищем Иерусалима, именно храма, храм весь украшенный золотом, он сиял, знаете ли, и он сказал перед штурмом, решающим штурмом, он сказал приказ, как вы огласили по легионам, чтобы, значит, храм не трогали. То есть город весь предают разграблению, все-все-все-все, но храм, чтобы не трогали. Опять-таки, слова Иисуса Христа, получается, под вопросом, да. Но получилось так, его величество, случай говорят, нечаянно, да, значит, начался пожар в храме, римские легионеры, понимаете, в то время была дисциплина железная римских воинов, римские легионеры, боясь ослушаться приказа генерала своего, да, значит, командующего, они бросились тушить пожар, рискуйственной жизнью, там встали, там, куда там. Стало, там говорят так, что как бы из-под поддувала раздувался огонь. То есть, получается, и погибающим евреям, и побеждающим тогда римлянам было видно, что сам бог Израиля сжигает свой же храм. Вот, и они вытащили, что могли вытащить, посуду какую-то, вытащили минору, одно из минор, по крайней мере, точно вытащили. Вот, значит, и, а затем началась плавильня, просто огромная плавильная печь. Тонны золота, серебра, меди, все это плавилось и стекало ручьями, значит, и потом застывало между камнями. Короче, от храма ничего не осталось, все сгорело, все оплавилось. И поэтому римляне, когда битва стихла, они, сами того не ведая, исполняли слова Машеха. Они камня на камне не оставили, чтобы достать все это золото, застывшее там между камнями. Вот, и оно не надо было разваливать. Нет, но они развалили, потому что, ну, Христос так сказал. И они невольно исполнили его слово. И действительно, от храма ничего не осталось. Вот, то, что мы называем стеной плача, это один из фрагментов оснований, но не самого храма. Завел двор. Да, да, внешний двор. Вот, и вот такая история, друзья. И все это очень убедительно доказывает, что действительно, что Ишуа есть Маширах, Иисус есть Христос. И сегодня, в это время восстановления Израиля, в это время покаяния евреев, в это время, когда очень много евреев обратилось к Богу, приняло Иисуса как своего личного спасителя Господа. Я говорю, вот, в США больше 10% населения еврейского это члены христианских церквей или же мессианских общин, синагог. Вот, от харизматичных до таких консервативных, литургийных, разных. Значит, и это очень такой великий знак вот этого времени нашего, последнего времени. Слава Богу. Мы обедаем. Да, да. Я с вами. А слушайте, время-то уже... Ну, здесь еще. Вот это, да? Сейчас снимем. О. Ну, здесь не убежит, здесь только перерывчик. Я понял. Вы знаете, друзья, что мы, значит, чем можно все это подытожить? Что какие бы... Запомним следующее давайте. Что храм, храм божий, да, вот, в ветхозаветные времена, да, он прообразовал собою божью, ну, как вот, говорится, экклезию, да. Это третий храм. Третий храм. Это храм из живых камней. Которое началось, началось это строительство с того самого 30-го года. И знамением свыше, что это действительно божье строительство, было то, что этот дом остался пустым. Вот каменный храм, тот самый, который в 70-м году разрушили. То есть, по сути, уже как тело без духа мертво, это здание было уже мертвым. Оно было уже оставлено Богом. Иисус, помните, сказал, что все оставляется дом ваш пустым. В Иерусалиме только лишь один дом имел право называться домом. Это не дом царя, а не дом кого-то еще, это дом Бога. Потому что Иерусалим, для всех евреев, это дом Бога, в первую очередь. Поэтому, когда Мессия сказал, Маше провозгласил, что все оставляете дом ваш пустым, имелось в виду оставление дома Божьего. Получается, что благодать, она этот храм не то, чтобы покинула, не то, чтобы оставила. Благодать переместилась в иную сферу строительства уже третьего храма. То есть, параллельно с этим храмом уже... И, кстати, вот в этом промежутке же Павел писал свои послания, вот Коринфянам, 3.16, первое Коринфянам. Это же написано было до разрушения храма. Ну, все историки с этим согласны, по крайней мере, там, все исследователи, что это до разрушения храма было написано. Вот, и он пишет, 3.16, да, разве не знаете, что вы, то есть вы теперь, притом Коринфянская община, чаще всего, большей частью она была из неевреев вообще даже. Представляете? И он пишет, да разве не знаете, что вы, теперь вы храм Божий, и Дух Божий теперь живет в вас. А те, что остались в том храме, они завидовали, и завидовали, но вот жёсткое упрямство, твердолобость, упрямство, это страшная вещь. Значит, и как вот история одной девушки, девушки в США, покаялась одна еврейская девушка, значит, она из семьи ортодоксальных иудеев, там, выросла в такой семье. Её дедушка был старшим, когда-то был старшим рабином США вообще. Вот, значит, и ортодоксальный иудеизм, то есть не мессианский никакой, вот именно тот иудеизм, что не принял Иешуа как Машиаха. Вот, значит, и, а девушка-то покаялась, ну, был кэмп такой молодежный, студенческий, и вот и там была евангелизация, и так очень сильно захватила её, она покаялась, стала ходить в собрания, вот, выцерковляться, вот, быть в церкви, и она понимала, что разговор с дедушкой будет неизбежен, и с родственниками, ну, все узнали, рано или поздно узнают это всё, вот, но она, конечно, жила уже отдельно, вот, но училась, но всё узналось, и она решилась на разговор с дедушкой, она описывала, интересно, разговор с дедушкой своим, который, да, уже был очень стареньким, но когда-то был старшим рабином США, все, значит, и, значит, его знали очень хорошо, уважали очень сильно в американском еврействе, значит, и она, значит, ему рассказала о своём, вот, опыте, принятие Иешуа как Машиаха, Иисуса как Христа, и она, значит, ему, с её слов, мы знаем этот разговор, значит, свидетельство, она, значит, написала так, что я, говорит, дедушке попыталась вот всё, что я понимала, рассказать, вот, и сказала в конце, говорит, дедушка, ну, неужели кто-то в нашей еврейской истории вообще, даже близко, он, будем так говорить, смог бы исполнить эти пророчества, вот, которые были сказаны о Машиахе, был ли вообще в истории нашей, и будет ли, сможет ли быть в истории человек такой, который бы исполнил в себе во все вот эти вот пророчества, и что, разве это не убеждает нас, вот, евреев, что это действительно, это спаситель? Да, оплёванный, да, распятый, да, но спаситель, но воскресший ведь, ну, одним словом, она ему, как бы, так вот, широко засвидетельствовала, и на удивление, она пишет дальше, что дедушка согласился с ней, ну, по многим пунктам, как бы, и сказал, а может быть, он святырил, не знаю, короче, не бог знает, сколько было в уме этого дедушки, он сказал примерно так ей, что, вот, скорее всего, вот, и шо, вот, и есть тот самый Машиах, вот, дочка, вот, внучка, в шоке, как, как так, дедушка, если, ну, ты, вот, согласишься с этим, то, а ты же раввин, там, ты, значит, там, уважаю тебя по всей Америке, значит, не только в Америке, это же, сколько же евреев бы, ну, обратилось бы, если ты бы такое сказал бы, не только мне, вот, ну, народу сказал бы, а сына Бога взял бы и выступил, вот, хо, и он сказал примерно такие слова, я даже себе записал там, вот, потрясающее такое, вот, как бы, вот, послание боли этой, вот, народной, он сказал, что, дочь, представляешь, это если мы сейчас признаем Иисуса как Христа, это, получается, всю нашу историю еврейскую мы перечеркнем, это мы станем предателями своего же народа, это мы, значит, своей истории, традиции уже, сложившейся традиции, системы всей религиозной, вот, иудаизма, догматики нашей уже, потому что уже научились жить без Бога, по сути, вот, да, значит, и это очень страшная система, вот, любая религиозная система страшная, вот, неважно, она христианская, не христианская, потому что система диктует свои правила, свои условия, вот, вот, а по сути Иисус, он не систему очередную принес, а он принес жизнь, жизнь, но вот тот дедушка не согласился прилюдно повестить народ, вот, знаете, сегодня ожесточение еще продолжается, но я верил в духовное, в это огромное пробуждение Израиля, весь потенциал народа должен просто действительно вырваться, Павел пишет, что пробуждение-то будет Израиле, как вот воскресение из мертвых, сила воскресения, сила воскресшего Христа, она высвободится в момент вот этого пробуждения духовного, огромного в Израиле, слава Богу. Так что, вот так, дамы и господа, и, конечно, то, что происходило вот в те годы, да, вот, это, по сути, ломка вот старого, да, и начало уже нового, созидания уже нового. Да, до, ну, до нашей эры, как мы говорим, да, до Христа, ну, народ Божий воспринимался как, вот, Израиль, ну, хотя не только Израиль, вот, не только евреи по, ну, плоти, да, ведь многие, даже Библию исследили, что интересно, не евреи, которые принимали, да, веру Авраама, Исаака, Якова, Бога, вот, даже такой, самый, такой, сногсшибающий пример, это вот, как раз, наимень и ее, значит, невестка, как, Руфь, Мавитянка, 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 а ведь в Библии там говорится, вообще, Бог сам сказал, Бог сам сказал, не просто кто-то, что Мавитянин, да, и Мавитянин, да, и Мавитянин, и Аммонитянин никогда не сможет быть в обществе Господне, вообще. То есть, это народы, находящиеся на самой, там, может быть, низкой ступени вообще деградации, значит, и моральной, и всяческой духовной, настолько, что даже Бог, вот, вот сказал такой, кажется, с горяча, что даже никто из них не войдет в обществу Господне. С других народов еще могут стать евреи, да, боящимися Бога, да, значит, да, плетиться в Господа, но с этих народов все. Когда Бог ставит крест на каком-то народе, это очень страшно. В истории человечества это были очень редкие случаи, но это очень страшные случаи. Но знаете, самое интересное, Руфь, зная прекрасно это все, она все равно пошла, и Бог, казалось бы, да, значит, Бог, ведь сказал ведь слово, но для, вот, совершенно любовь, да, изгоняет всякий страх. Совершенно любовь, вот, и вот эта женщина, она даже стала в рабословии Иисуса Христа. Про бабушку. Про бабушку, да, про бабушку. Представляете, значит, да, Давидова, значит, и вообще, получается, что, значит, ну, не то, чтобы Бог отменяет свое слово, но есть совершенное, есть Божья воля, как мы говорим, попустительная, да, есть Божья воля, Божья воля совершенная. Вот. И вот, и даже если приговор Божьей воли, попустительный, он прозвучал, страшный, есть всегда совершенная воля Божья, это любовь, это спасение. И вот Руфь этому очень серьезное доказательство, просто очень серьезное, очень серьезное. И она была воспринята, она решила успокоиться под крыльями всемогущего Бога. И, как мы говорим, если о ветхозаветной церкви, экклезии, да, ветхозаветной, можно выразиться, да, то, скажу так, это сообщество по плоти потомков Авраама, Исаака, Якова, и тех с разных народов душ, которые уверовали в Бога, и вот этот геюр совершили, да, они привились из диких ветвей на природную, привились. Вот. Но, с другой стороны, есть примеры и в Писании, когда и природные ветви отламливались, и ветхозаветные времена, как мы говорим, неверием отламливались. Так вот, дамы и господа. Поэтому в Библии это и говорится, что действительно Бог смотрит не просто там на лицо человека, его нацию, его, значит, культуру, а на его сердце смотрит, действительно, на его сердце. Чарльз Сперджин интересно говорил по поводу, вот как раз, чтобы не поразил земли проклятия, он говорил, мне так нравится пример, я по поводу как раз размышляю о церкви, вот его представляет пример этот часто, глина и воск. Вот этот пример, что сердца человеческие, они глина и воск. В полумраке, в холоде где-то они могут быть похожи. Похожи. Твердо. Да, и похожи и по составу и прочее, но когда выносишь это на жар, на солнце, на солнцепек, то глина в камень превращается, вот, а воском плавится. И вот Бог не хочет поразить земли проклятием и человеческий род, но приходя жаром своим, да, ближе Господь к тебе, когда он ближе и ближе, его присутствие ближе, то для многих неверующих, ожесточающих свое сердце, это конец. Это превращение в камень, еще в худший камень, больше и больше камень. А для верующего, возрожденного, это благословение, он плавится от любви Бога, вот, и не держится своей формы уже определенной, он держится его уже формой. Вот, значит, и действительно это Божий минус. Поэтому, чтобы не поразил земли проклятием, уроков сказано, что, чтобы вот было примирение, да, отцов к детей, там, дороги уравнять, холмы, чтобы понизились, долг наполнился, чтобы, действительно, значит, чтобы придя, он благословил, стал благословением для этой земли, а не проклятием. Слава Богу. Вот, и в новозаветные времена, как мы говорим, новозаветная экклезия, да, то же самое, но в еще большей степени, друзья, в еще большей степени. Знаете, новозаветные, если первое столетие, допустим, нашей эры христианской, да, уже, как говорится, то большинство уверовало, что все-таки были евреи, да, первое десятилетие точно, но то уже конец первого столетия, начало второго, и дальше большинство было уже с разных народов, с разных народов нашей, ну, вообще нашей планеты. И сегодня этот процесс, он продолжается. Когда Иисус был благословляем в храме, еще маленьким ребеночком, то Симеон, мы его называем богоприимцем, да, вот, он взял дитя, благословил Бога, и он сказал, в том числе сказал следующее, что Иисус, да, будет светом к просвещению всех народов, помните, да, и слава народа своего Израиля. То есть, вот, я говорю, что, друзья, на самом деле, вот, в истории нашей, вот, церковной, двухтысячелетней, Иисус, он действительно стал светом к просвещению всех народов. Амин. И последние десятилетия, особенно четко это видно, он стал и становится, становится и славой народа своего Израиля. Он был, в большей части, бесславием народа своего, не по своей вине, по аступничеству церкви, не по слушанию церкви, но последние десятилетия стал славой народа своего Израиля. Слава Богу. Еще больший Старин славы, еще больший. Ожидаю этого времени, молюсь, молюсь об этом, о духовном пробуждении. Всех народов, ну, наипаче за Израиля, молюсь. Слава Богу. Солнце пройде, луна пройде, у меня Слово никогда не пройде. Аминь. Никогда не пройде. Аминь, аминь, да. Я в храктан хочу это место специально. Но Всевышний на рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо престол мой и земля под ноженок мой. Аминь. Какой дом сожжете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего. Моя ли рука сотворила все сия? Аминь, аминь. Действительно. Содеяние. Содеяние, да. Значит, вообще, нынешний храм, вот, третьим, можно назвать его третьим храмом. Некоторые считают, что третий храм, это будет вот воссозданной отступнической частью иудаизма, да, еврейского народа, воссозданный тот самый храм Соломонов. Это не третий храм. Это не третий храм и такого не будет никогда. Даже если воссоздадут храм, даже если животных туда снова пригонят и будут их резать там, даже если священники все будут по закону исполнять, как вот тут было в Торе предсказано. Машех и Ишуа. Бог святой, дух святой, их не пригонишь, не затянешь в храм, в храмовое служение. Это уже, это будет, если это такое произойдет, это будет как контрреформация. Но третьим храмом назвать это невозможно, божьим храмом невозможно. Храмом отступничества, да, но не храмом божьим. Так, а где же садит от Геферста? Ну это уже другая, это уже тема эсхатологии называется. Да, вот это тоже такой момент. Я считаю, что дух антихриста это действительно в церкви. Как бы система. Да, религиозная система. И в общем-то, хотя это часть эквизиологии, в общем-то, тоже можно выразиться, да. Это тоже часть эквизиологии. Финально. Есть разное мнение на эту тему. Не хочу ваше нарушать там представление, доктрины какие-то сложившиеся. Просто мое мнение, что это, вот я скажу, что это действие духа антихриста в церкви. Нового завета. Воссядят в храме и уже вот это происходит. И произошло, собственно. Вот это, собственно, отступническая модель христианства. Дело в том, что, как и вот Израиль, а также и церковь, они сравниваются с возлюбленной и с отступницей, с невестой и с женой и блудницей. И вот в откровениях, допустим, здесь тоже, кстати, описывал себе интересные цитаты. Ну, в откровениях говорится о великой блуднице, сидящей на водах многих, народах многих. Вот, и... Как? Верение. Да, но скажу, что это отступническая система христианства. Большей частью это касается католицизма. В меньшей степени это касается православия, еще меньше протестантизма. Но, в принципе, это как бы проблема такая, не конфессиональная, не деменационная. Но вот пока вот могу так констатировать вообще. Ну, дух антихриста, видишь, не исповедуя бы Иисуса Христа, пришедшего в плоти? А, ну есть... Ну, да. Не-не. Он может исповедовать Иисуса Христа, пришедшего в плоти? Словами. Значит, понимаете ли, это как бы... Есть такое суеверное представление, что якобы, допустим... Вот назвать Иисуса своим Господом, да? Человек, допустим, антихрист не может. Я говорю, может, нет проблем. Его сердце не называет. Его сердце... Вот, допустим, сегодня многие христиане называют Иисуса своим Господом. Но это устами, устами, даже с чувством, даже с эмоциями связано. Но если Иисус не является Господином, реально Господином, значит, ну, по крайней мере, на большей частью сферы твоей жизни, да, твоего мышления, то грошится на этим заявлениям, и даже переживаниям некоторым религиозным. Это разные вещи. Разные вещи. Это как Жириновский, степелил словами, и все не другое. А, ну... Да. Страшный пример, но как бы да. В общем-то, да, не, ну, серьезно, я слышал такие слова, там, ужасно, конечно. Степелил, что ты все уже... Вы знаете, Иисус... И в старые времена то же самое же было. В старые времена то же самое. Что устами, говорят, люди чтут меня, но сердце далеко от этого. Вот, по сути, система антихристова, это не, знаете ли, не просто против Христа, а вместо Христа. Поставить что-то вместо Иисуса. Вот, в православии, в католицизме, это в очень грубой, вульгарной форме. В протестантизме, в очень такой, как правило, закамуфлированной. Потому что большинство протестантов, евангельских верующих, так, на Микини не проведешь, поэтому дьяволу приходится больше изворачиваться здесь. Вот, значит, в православии и в католицизме, из-за того, что подавляющее большинство народа еще не является, по сути, христианами, вот, не возрождены свыше, не знают Бога, поэтому дьявол там обманывает, и не знает Слово Божье, поэтому дьявол обманывает за просто так, на Микинии проводят. Но, значит, но, в принципе, это все одна система. Выход один, вот еще Александр Мини, кстати, давал очень интересное тоже его мнение там по поводу эпизиологии христианской. Выход один для нас, для всех христиан. Это то, что называется христиоцентричность. Христиоцентричность, то есть, чтобы Христос стал центром твоей жизни, лично твоей жизни, и наших церквей, общин. То есть, Иисус, Иисус и только Иисус. Первые христиане держались это правило и побеждали. Вот они делали так всегда. Да. Вот как раз в знаке произошло. Мы хотели сказать что-то. Да, не, просто сказать, ну, чтобы Христос стал центром твоей жизни, так надо жить бы, да, чтобы Дух Святой, да, здесь сказано, что Дух Святой наставит вас на всякую истину. Да. Но есть и духи заблуждения, есть дух истины, есть духи заблуждения, и их действия во многом очень схожи. Очень схожи, очень похожи. Обмануться легко, не зная слова, не познавая Бога живого, Его Слово именно. Кто слушает нас, тот от Бога, кто не слушает нас, тот не от Бога, Иоанн пишет. Вот именно здесь вот есть вернейшее пророческое слово, как проверяющее. Поэтому многие очень религиозные люди, допустим, в православии, допустим, обманываются тем, что вот выдают за Божье, совершенно не Божье, потому что не знают Слова Божьего. И вот тоже считают, что Вадима Духом Святым. И общаюсь, я общался в свое время со старцами, которые, ну, духовные люди, там, бес обгоняют, но реально люди, ну, не знают Бога. Это самое печальное было для меня. Да. Вот противостоять всем поздним дьявольским. Да. Павел же в этой же книге призывает их и снял. Мечом Слова Божьего. Поздний дьявольский. Я так вспомнил из детства, из старуха Шапогля. Вот она всегда что-то там придумывала, какие-то пакости такие. А вот эти поздние, это, ну, тоже, да, какие-то изобретения его, наверное, чтобы... А самая главная поздняя какая? Апостол Петр во втором послании своем, вторая глава, он пишет, что, по поводу лжеучителей, он пишет, что, отвергаясь искупившего их Господа, сами на себя навлекут, скоро погибут. Вот дело в том, что на самом деле, что суд любого лжеучения отвлечь людей от нашего искупителя Господа Иисуса Христа. Чтобы не поддаться никаким этим козням, взирать на Иисуса Христа. Это размышлять о Нем, это действительно всегда в Нем пребывать. Вот, это самое лучшее, что может быть вообще для христианина. Любое учение, которое хоть немножечко оно в сторону от Христа уводит, оно уже несет в себе, даже если оно не является там заблуждением, но он несет в себе опасность уже определенную. Но чем дальше оно от Иисуса уводит, тем больше в ней опасности. А если кого-то на место Христа поставить, это вообще конкретно антихристианское учение. Это уже дух антихриста, уже без камуфляжей всякого, это без всяких масок уже. Воплотился уже, да, это мечта дьявола, вот действительно полностью заменить собой Христа, заменить, вот это дух антихриста. Антихрист не просто вместо, против Христа, а вместо Христа еще, вместо. Ну, а как тогда познавать вот это истинное учение? Слово Божье есть, Дух Святой, Бог здесь. Вообще Бог открывается простым людям. На самом деле это все не так уж и сложно, потому что Бог открывается простым. Держаться Иисуса, любить Господа, вот, значит, конечно, погружаться в Него, в Его Святую Любовь. Давайте продолжим потом, после этого, может, сейчас чай, сейчас чай у нас будет, да? Нет, нет, нет. Или что у нас? Пять минуты. Холокольчик нужен какой-то такой, чтобы оно звучало. Не хочется жалов, передать, двадцать, секс, секс. Субтитры сделал DimaTorzok